Девушки отдыхают Да, Сызрани Какой-то немногословный попутчик мне попался Скажите спасибо, что я не дембель и что со мной нет маленьких детей Спасибо большое Доброе утро, губерния в студии любитель покушать, судя по всему, доширак и поглазить в окно Александр Кондратьев Да, и не очень многословный собеседник Лина Шахова Мы сегодня решили уютно устроиться в плацкарте и рассказать все самое интересное о поездах Наверняка кто-то из наших телезрителей уже собирается в отпуск, поэтому наша программа может быть вам интересна А мы спросили у жителей губернии, что нужно взять с собой в дальнюю дорогу Они знают Доширак Книжку Вещи Друзей Покушать Постельное белье, наверное Хорошее настроение Наверное, побольше денег Чтобы больше ничего не брать, а бы взять вкладчик Стаканик Телефон Еду Влажные салфеточки Воды Мыло Хорошее настроение Оптимизм Себя, прежде всего, и документы Я очень люблю поезда, особенно фирменные Их легко определить по приятному запаху На борту также существуют кондиционеры, биотуалеты и добрые проводники, которые осуществляют таинственный застил белья А еще у них есть собственные имена Например, поезд Жигули Этот фирменный поезд впервые отправился 53 года назад из Самары в Москву Из Москвы в Самары И каждый год ежемесячно перевозят более 20 тысяч пассажиров Также снова в путь отправляются двухэтажные поезда под номером рейса 49 Самара-Москва Отправляется из Самары двухэтажки в 14.33 по московскому времени Обратно в 18.08 В пути всего-то 15 часов Замечательно Чудесненько А вот еще прекрасная новость В летний период начал курсировать новый пассажирский поезд Сообщением Самара, Пенза, Сухум, Чух-Чух и в Абхазию Главное, чтобы окно открывалось в поезде с ветерком не так страшно Кстати, что у нас с погодой, дорогие синоптики? В пятницу синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков Ветер неустойчивый, слабый На севере и западе от плюс 20 до плюс 24 На востоке и юге от 21 до 25 градусов тепла В Самаре и Тольятти температура воздуха днем прогреется до 24 градусов тепла А вот ночью будет холоднее Столбик термометра может опуститься до плюс 14 Самолеты быстрее летают, лучше вентилируются и реже сходят с рельсов Но иногда чего уж там греха таить, мы все-таки выбираем поезд отчасти Потому что можно прогуливаться по перрону на станциях И в принципе принимать горизонтальное положение Самое главное Ну и как сделать ваше путешествие комфортным в поезде Сейчас расскажем Главная проблема всех путешествующих на поезде Конечно, храп соседа Если цокань языком не помогает, то попробуйте, как вариант, пошевелить подушку своего соседа Он проснется, но помните, что, чтобы заснуть, у вас остается совсем немного времени Потому что храп снова начнется Если это не помогает, то попробуйте разбудить соседа и сказать ему, что по поезду орудуют воры-карманники Тогда он не сможет уснуть, потому что будет беспокоиться, волноваться А вы спокойно заснете Ну и никто не отменял беруши Их можно скатать из хлеба, спить спокойно Из мякиша Конечно Чудесно В вагонах с герметичными окнами обязан присутствовать кондиционер Если он не работает, то это повод обратиться с жалобой к начальнику состава И получить бесплатный перевод в другой вагон Впрочем, не герметичное окно проводники иногда предпочитают заклинить Чтобы пассажиры не просили постоянно его то открыть, то закрыть Если в вашем вагоне оказалось как раз вот такое окно То можно попробовать открыть его с помощью плоскогубцев Да-да, обязательно берите их тоже в дорогу Да, они помогут И еще один лайфхак, как выторговать себе нижнюю полку Для этого припасите вкусный ужин На дорогой напиток специально для вашего соседа, который находится внизу Угостите его Он точно почувствует себя вашим должником Потому что, скорее всего, у этого неудачника только помидоры с собой завернуты И вот, не дожидаясь какого-то лишнего времени Просто обратитесь к нему Дружище, у меня так сильно болят ноги Уступи, пожалуйста, полку Я думаю, он вам не откажет Ну, а чтобы ноги не болели, да и спина, чтобы не уставала Нужно делать простые движения каждый день А приступить лучше прямо сейчас Доброе утро Вас приветствует фитнес-клуб «Спортзавод» Наверняка у каждого есть рюкзак Сегодня мы покажем вам, как можно его использовать в своих домашних тренировках Поехали Ноги вместе Рюкзак сзади На вдохе вниз На выдохе наверх Вниз Выдох Приседаем как можно ниже Вдох Выдох Еще четыре Три Выдох Два Последний раз Вдох Выдох Переносим рюкзак Будем приседать вниз Рюкзак уходит вниз На выдохе Наверх Еще Вниз Наверх Мышцы рук активно включаются в работу Еще Наверх Последний раз Оставили Выпад назад Скручиваемся в правую сторону Выросли Поменяли ногу Выросли Еще Вниз Вдох Выдох Четыре Три Два Последний раз Отлично Убираем рюкзак вниз Приседаем И уходим в положение планки Наверх Поднимаем рюкзак Еще Вниз Планка Наверх Выросли Вниз Наверх Еще четыре Выросли Три Поднимаемся с прямой спиной Последний раз Остаемся внизу Попеременно Правой рукой И левой Переносим Рюкзак в стороны Еще Четыре Три Два Один Хорошо Тренировка получается Очень интенсивная Удачи вам в ее выполнении Всем привет Расскажу про самые интересные события недели Которые отобрал и принес вам я Евгений Капельдинер Прямо сегодня стартуют Грушинские выходные Любители бардовской песни Ждали целый год Чтобы отправиться На гостеприимные мастрюки И отдохнуть В сласть Готовим палатку Прикрепляем пенку Надежной резинкой И не забываем Свой любимый котелок Нас ждут Три дня Самых убойных песен И невероятных приключений Как всегда Несколько сцен Мастер-класс Увлекательные спортивные состязания И только отборные барды У каждого костра Удовольствие продлится До 2 июля Наслаждайтесь Завтра В субботу Состоится фестиваль Независимых музыкантов По Волжье Инди Ривер Традиционным местом Для этого события Остается усадьба Алексея Толстого Которая сочетает в себе Историю И очаровательную Атмосферу В этом году Для нас подготовили Разнообразные площадки От гаражной распродажи До фотосушки От фотоклуба Контраст Лайнап тоже Почти традиционный Все наши знакомые И любимые команды Майло Где пропеллер И конечно Паша Тетерин Фест стартует уже В 2 часа дня Так что добро пожаловать Также в субботу Состоится международный Фестиваль фантастического кино Бест Май Фай Любители фильмов Ридли Скотта И Стэнли Кубрика Могут ликовать В программу фестиваля Вошли самые лучшие Фантастические фильмы Из России Испании Франции США Израиля И Хорватии Лучшие 12 Короткометражек Из более чем 500 заявленных А приключения во времени Космические путешествия Встречи с инопланетянами Искусственный интеллект Будущая планета Земля Вот это все И многое другое Ожидает зрители фестиваля Приходите в антикафе Пластилин К 6 вечера И на этом Ваш капельдинер Прощается ровно на неделю Просит вас не опаздывать На лекции Концерты И спектакли Мы этого не любим Сегодня 30 июня В последний день июня 1896 года Самарскую публику Удивили зарубежные гастролеры Тогда в городском театре Состоялся первый концерт Труппы темнокожих артистов Из далекого Американского Сан-Франциско 30 июня 1951 года В городе Куйбышеве Началась реконструкция Никитинской площади В итоге на этом месте Был построен Огромный рынок Сначала он получил Название Крытый А позже Стал называться Губернским Название и внешний вид Этот рынок Сохранил по сей день Свой профессиональный праздник Сегодня отмечают Сотрудники Службы охраны Уголовно-исполнительной Системы Министерства Юстиции России В один день 30 июня Правда в разные годы Были рождены Российский физик И геофизик Метеоролог Академик Владимир Михельсон Титулованный Американский пловец Майкл Фелпс Советский и российский Дирижер Николай Некрасов Популярные актрисы Театра и кино Исполнительницы Комических и характерных Ролей Инна Ульянова И многие другие Известные люди В последний день Июня Наши предки Вспоминали Мануила И Савелия В народе говорили Что на Мануила Солнце застаивается День считали Нехорошим Опасаясь нечисти А еще в этот день Крестьяне Разводили на берегах Река и озер Костры И варили яйца Считалось Что чем больше Сваришь яиц Тем лучше будут Местись куры И разумеется Наблюдали наши предки За погодой Яркая зорница Предвещала Богатый урожай Вечерняя радуга Хорошую погоду А вот багровый закат Сулил сильный ветер И ненастья Таким был 30-й день июня В истории Всего вам Самого доброго Друзья Важная информация Прием заявок На участие В ежегодном Региональном Конкурсе Компании Достояния губернии По многочисленным Просьбам Продлен до 1 августа 2017 года Спешите заявить о себе Принять участие В конкурсе Может любая Динамично Развивающаяся Компания Организация Которая работает На территории Самарской области Не менее трех лет Вся информация На сайте www.guberniatv.ru Мы продолжаем У нас впереди Рубрика Яркие кадры И попасть в нее Можете и вы Для этого достаточно Ваши фотографии И видео Отправить к нам В группу ВКонтакте Которая называется Утро губернии Мы с удовольствием Их покажем в нашей программе А сегодня В ярких кадрах Мы смотрим Снимки Александра Усталова Он отправился К памятнику Природы Семь ключей В районе деревни Смолькино Ну и все свои Прекрасные виды Которые он там Обнаружил Запечатлел на камеру Кто-то любит гулять У памятника природы В сельской местности А кому-то милей Самарский двор И этот кто-то Маша Акимова Ей слово Особняк Клод Это сказочный уголок В большом мегаполисе Но глаз радует Не только сама усадьба Но и уютный дворик при ней Раньше при прежнем хозяине За садом Приглядывала бронзовая Скульптура мальчика Украшавшая фонтан А в советское время Скульптуру убрали Ее восстановили Лишь годы спустя И теперь мальчик Снова наблюдает За прохожими А как современные Самарцы Украшают дворы Своих домов А вот и еще Один сказочный дворик На улице Степана Разина Стены дома Украшает яркая мозаика Из разноцветной плитки Причудливые замки Дворцы с резными окнами И огненный жар птица Будто приглашают прохожих Окунуться в таинственный мир Волшебства Спешащих на работу Или мерно прогуливающихся Горожан Приветствует почтальон Печкин Вместе со своими друзьями Из простоквашина Сотни кукол И позабытых Кем-то мягких игрушек Украшают фасад Ветхого деревянного дома На улице Буянова Старенький забор Уже давно Стал местом Паломничества Самарских музыкантов Его украшают Грампластинки Сложно представить Сколько часов потребуется Чтобы прослушать Все песни Которые хранит в себе Потрепанный винил В углу портрет Легендарного Высоцкого И конечно же Его верная подруга Шестиструнная гитара Новый облик Получила и детская библиотека Фасад разрисовали дети При участии Профессиональных художников Каждый взял в руки Кисть Любимый цвет краски И закончил Художественную композицию Своенравная Волга Преодолевает все препятствия Чтобы встретиться С могучим Каспием Разлукой с возлюбленной Опечален молодецкий курган Вот и Жигулевские горы Со своими таинственными Подземельями Все легенды Известные каждому Самарцу с детства Запечатлены На необычном холсте А на улице Карла Маркса Появился Самый настоящий Трансформер Местный сервис Таким необычным способом Решил привлечь Внимание клиентов Собирали роботов Из деталей Оставшихся после ремонта В общем Из всего того Что под руку попадалось На работу Ушло две недели Высота робота Около шести метров А вот и его верный друг Железный кот По рассказам мастеров В планах Разбавить компанию Трансформеров Собакой И еще одной кошкой Но вернемся В исторический центр Это здание На улице Фрунзе Самарца называют Просто Домом с кошками Из-за двух Пушистых красавиц Нарисованных на фасаде Вверх К самой крыше Тянется своими Аккуратными Веточками Вьюн Тоже Ненастоящий Благодаря художнику Кажется, что здесь Выросла Целая улица Хотя на самом деле Здание Одно Между прочим В этом здании Есть только одно Настоящее окно Все остальные Это придумка Художника Кстати Во время эвакуации В этом доме Жил легендарный Режиссер Эльдар Рязанов На этом все Увидимся Через неделю У нас в гостях Александр Владимирович Курочкин Историк Тольяттинского Паркового комплекса Истории техники Имени Сахарова Доброе утро Доброе утро Ваш парк Просто огромных размеров Чего начать экскурсию Если вот Времени совсем немного Я бы посоветовал С любой стороны С двух площадок Либо первая площадка Паровозное депо Но желательно Зайти на центральную проходную Приобрести билет Потерять Я думаю Минимум 5 часов Для того Чтобы просто Обойти все экспонаты То есть Достаточно 5 часов 38 гектаров Требует Жертв Времени Я думаю Люди получат удовольствие Быстрые ходьбы Видимо Какое время Можно посетить И в какие дни Здесь у нас Очень удобный график Мы работаем 365 дней в году Без перелива Поэтому Вашим Спутником Будет только Хорошая погода Которая позволит Все-таки Насладиться Нашим воздухом Нашими пространствами Нашими видами Можно и под дождичком Я думаю Спрятаться в экспонате Каком-нибудь Этим вы сделаете выручку Только продавцам Плащей Но я думаю Впечатление этого стоит Какие экспонаты Представлены Мы самая большая площадка В Европе Советской техники Сельскохозяйственной Инженерной Автомобильной Авиационной Ракетной Космической Железнодорожной Артиллерийского И морского вооружения Ну разумеется Наша звезда Подводная лодка Б-307 Единственная земноводная Лодка мира Прошедшая по суше 5700 метров Поэтому Проблема конечно То что Вас будет всегда Отвлекать нечто То что вы первый раз Видите в жизни Поэтому Тоже очень здорово Можно ли проникнуть Экспонаты внутрь Их изнутри Изучить Посмотреть Да Очень интересный вопрос Нужно прочитать То что написано На наших билетах И правилах То есть подниматься На экспонаты Открывать люки Кабины У нас Не рекомендуется Можно сказать Запрещено Потому что Наши посетители Имеют одну особенность Они забывают Закрыть обратно Поэтому Если у вас Преследуют Какие-то научные И исследовательские цели Вы к нам Обращаетесь Мы с удовольствием Вам Можем устроить Такой доступ Но все-таки Нужно учесть Что техника Это ровесники Т-52 Это трофейный Немецкий паровоз 42-го года Произведенный Германией Другой паровоз Американский Опять же 42-го года Есть Сергей Сергороджиникидзе 1937-й год Есть Венгерский Мавак 1947-й Ну и Вершина Паровозостроения Паровоз Победа Или паровоз Лебедянского Тоже С 47-го года То есть Можно посмотреть Изменения Дизайна Каких-то возможностей Конструктивных Я думаю Что Любители И неофиты Могут получить Истинное удовольствие Жемчужина Что именно Какой экспонат Что больше всего Привлекает посетителей Мне трудно Ответить на этот вопрос Потому что Кто-то тяготеет К вертолетам Кого-то тянет Заглянуть Внутрь танка Посидеть на месте Наводчика Водителя Спотографировать Любимую девушку Через прицел На телефон Романтично Да Ну это излечивает От погубной страсти К World of Tanks Мне кажется Другие Лечатся от Клаустрофобии Внутри подводной лодки Поэтому То есть Подводную лодку Можно проникнуть Совершенно верно С 11 июня Прошлого года У нас открыта Экскурсия На подводную лодку Получасовая С экскурсоводом Можно посетить 4 отсека И проникнуться Уважением К этим смелым И отважным парням Опять же Сделав селфи На фоне В фоне Самой большой Дизельно-электрической Подводной лодки Советского флота Ух Мурашки На временем Мой любимый Есть экспонат Экспонат с особенной Испонат с особенной историей Может быть Безусловно Есть экспонаты С особенной историей Практически Они все Экспонаты Особенно Это экспонаты Времен Великой Отечественной войны У нас есть Трофейный танк Панцеркомфлаген 38Т Чешский танк Произведенный В 1940 году У него Есть Некоторые Особенности Опять же Любители этой игры Разбираются В танках Они очень часто Обращают на него Внимание Рядом стоит Наш малютка Т-70 Рядом танк Победный Т-34-85 То есть Можно провести Небольшую лекцию Рассказать Показать И мы приглашаем Это сделать И своими глазами Убедиться Насколько это было Сложено Трудно Ковать это оружие Осваивать его И в конце концов Побеждать А каким образом Экспонаты попадают В сам парковый комплекс Волею людей И обстоятельств Назовем это так Наш парковый комплекс Открылся в первую очередь В сентябре 2001 года И с тех пор Пополнение Было достаточно Незначительным Чаще всего Нам что-то дарят Нужное Полезное Так поступила Компания Которая Подарила Нашему парковому комплексу Чудесный Междугородний автобус Икарус Номер 256 Который приехал К нам своим ходом У него на спидометре Волшебные цифры 187 1765 Но неизвестно Сколько миллионов Километров Он проделал Поэтому Если есть Такая потребность Что-то такое От себя Оторвать Цены Нам подарить Мы с удовольствием Рассмотрим этот вопрос Здорово Надеюсь Откликнутся Обязательно Наш телезритель Спасибо большое За эту экскурсию Продолжаем нашу программу И вернем в студию Совсем скоро Доброе утро Это новости губернии В студии Александр Кобыльсков Без летнего отдыха Не остались На базе детского Здоровительного центра Березки Недалеко от Новокуйбышевска В экстренном режиме Для размещения Здоровительного детского лагеря Открыли корпус Солнечный Туда на первую Из трех летних смен Заехал 161 ребенок Самому младшему 6 лет Старшему 16 Большая часть из них Дети Оказавшиеся В трудной жизненной ситуации Напомню В регионе К приему детей С начала летней Здоровительной кампании Оказались Неготовые лагеря Россия И Тихие озера Из-за этого В сжатые сроки Нужно было перераспределить 1200 школьников Часть из них Направили в уже Действующие лагеря Санатории И около 500 детей Теперь смогут отдохнуть Во вновь Отремонтированном корпусе Солнечный Погодные условия Нерасторопность Некоторых руководителей Привела к тому Что У нас один лагерь Выбыл совсем Из Оздоровительного Сезона Этого года Тихие озера А в детском Оздоровительном центре России Не смогли открыться В первую смену Поэтому Экстренно принимались Решения По Перераспределению Путевок В другие детские Оздоровительные центры Администрация Городского округа Новокуйбышевская Руководство Детского центра Они смогли Очень быстро Оперативно Подготовить И само здание И персонал И площадку Надзорные органы Здесь все были Все проверили Есть заключения Которые разрешают Работать И выводы о том Что пребывание детей Здесь абсолютно безопасно Добились остановки Общественный совет Микрорайона Куйбышевский кряж Смог решить проблему История которой Длилась много лет Какие еще вопросы Хотят с помощью Новые системы местного Самоуправления Решить жители Выяснил Николай Козлов До недавнего времени Жители поселка Кряж Дожидались Общественного транспорта На открытом воздухе И при этом Говорит управляющая Микрорайоном Ирина Владимировна Гордеева Полностью зависели От капризов природы Люди стояли Во всененастную погоду Под дождем Прятались В тамбурах Магазины Или укрывались В остановке На другой стороне Это было небезопасно Перебегать дорогу Когда видели Что подходил транспорт Три года Жители поселка Говорили о необходимости Смонтировать Остановочный павильон И общественный совет Микрорайона Куйбышевский Кряж Начал свою работу С решением Именно этого вопроса Общественники Добились своего И павильон Дома номер 8 На центральной улице Совхоза Кряж Появился Одновременно Началась подготовка площадки Под еще одну остановку Но вопросов Говорят жители Передать честным советам Микрорайона Стоит еще очень и очень много Хотелось Чтобы наша улица Центральная Ее благоустроили Произвели ОКОС Косметическую Обстрижку деревьев Потому что Выезжая Вот как я говорила Внутри колоркальных дорог Мы дороги Центральной Не видим И это очень Небезопасно И хотелось бы Еще не только Дороги Свою увидеть Хорошего состояния А хотелось Чтобы еще и освещение Внутри дорог Внутри квартальных дорог Был дворок Потому что Дворы у нас Вообще не освещаются Однако Первый шаг сделан И жильцы поселка Поверили Что с помощью Общественного совета Они не просто Смогут донести Свои чаяния и нужды До руководства района И города Но и смогут решить Вопросы Которые годами Не сдвигались с места Николай Козлов Тимур Набиев Новости губерни 300 часов Непрерывных концертов 40 тысяч участников И десятки площадок На Мострюковских озерах Стартовал Грушинский фестиваль В программе Помимо конкурсных Прослушиваний и выступлений Фестивальный музей Творческие мастерские Пока спектакли Флейта Позвоночник Венимина Смеховой Артистов театра На Таганке И традиционный Футбольный матч Между сборной мира И сборной ветеранов Крыльев советов Губернатор Четко распределил Обязанности Между министерствами Правительства Самарской области Сегодня За спортивную площадку Отвечает Минспорт За детские площадки Отвечает Министерство Образования И это позволяет нам Качественно проводить Эту работу И мне кажется Что люди от этого Получают огромное удовольствие Более 300 часов Концертов Сейчас Если вы видите Огромное количество Участников Подают заявки На конкурс Это тоже Более 300 человек С разных уголков России И из-за рубежа У нас прошел Большой интернет-конкурс Победителями Которого стали Люди Опять же С разных уголков Мира Безопасность на поляне Обеспечивают полицейские И Росгвардия Организаторы фестиваля Напоминают Что количество Парковочных мест На поляне ограничено И призывают Участников и гостей Добираться на Мустрюковские озера На общественном транспорте Специально на время Проведения Грушинского Запущены дополнительные Электрички Ежедневно Из Самары Будут курсировать По 8 электропоездов Первые В 7.04 утра Последние В 19.50 По местному времени Электрички Проследуют через станции Стахановская Безымянка Пятилетка Средневолжская Ягодная Водинская Старосемейкина И 151-й километр А я напомню Что 1 июля В прямом эфире Гала-концерт Грушинского фестиваля Покажет наш телеканал При технической поддержке Компании Транстелеком Онлайн-трансляция Также будет доступна На нашем сайте Губерния.тв.ру Начало в 22 часа Это вся информация К этому часу Всего вам доброго До свидания Доброе утро Губерния С вами снова Ведущая Лина Шахова Александр Кондратьев Со временем Изобретение Железной дороги Прошла не одна сотня лет Конечно же Поезда Прошли огромнейший Путь развития От ручной тяги Массивных вагонеток До современных Суперскоростных Поездов Каких поездов Только нет Но на этих Вам точно захотелось Отправиться в путешествие Японский Скоростной рекордсмен Син Кан Сен Его не зря Называют Пулей Потому что Разгоняется Дитина До 581 Км в час Вы представляете Я лично не понимаю Как удается Развивать такую скорость Потому что В связке Находится 16 вагонов Кстати Путь от Осаки До Токио Вам предстоит Пройти за 2 часа Всего-то А это 500 километров Один из Самых роскошных Дорогостоящих Поездов России Это Золотой Орел Это самый Настоящий Туристический Экспресс Который В течение 14 дней Пути Позволяет Вам побывать В интереснейших Местах Страны Встречающихся По дороге Поезд Останавливается В Казани Екатеринбурге Новосибирске Иркутске В порту Байкал В Улан-Удэ Улан-Баторе Это уже Монголия В каждом из Городов Пассажиров Ждут Прекраснейшие Интереснейшие Достопримечательности Ну для меня Это не самое главное Фишка Экспресса В изобилии Вагонов Ресторанов Здесь Вас ожидает И славянский И кавказский И байкальский Зеркальный Ностальжи Ой Хоть месяц Путешествуй А вот В этом поезде Одной вареной Курочкой Явно Вам не обойти Самый дальний Путь Следования У поезда Москва Пхеньян Он находится в пути 8 дней И 14 часов Покрывая путь В 10 тысяч километров Ну Доширакам придется запастись Как следует Что еще взять с собой в поезд Знают жители губернии Доширак Книжку Вещи Друзей Покушать Постельное белье, наверное Хорошее настроение Наверное побольше денег Что больше ничего не брать А бы взять кладчик Стаканик Телефон Еду Влажные салфеточки Воды Мыло Хорошее настроение Оптимизм Себя прежде всего И документы Оказывается мы имеем право На ряд услуг И опций О которых даже не подозреваем Хорошая новость Для невнимательных товарищей Которые приобретают билеты Через интернет В случае расхождения Данных документов Удостоверяющего личность пассажира С данными указанными в билете На одну букву фамилии На одну цифру В номере Человека допускают К поезду Еще одна приятная услуга Это туалет Он на вокзалах Для пассажиров Бесплатный При предъявлении билета С вас не должны взимать плату За посещение туалетов По пути следования поезда Так что не выбрасывайте Свои билетики В том числе и электронные В самом же поезде У проводника Можно бесплатно попросить Стакан Ложку Даже если вы не покупаете чай Вилку Набор ниток и иголок Предмет уход за одеждой Обувью Медикаменты А также настольные игры И даже зарядить телефон Можно Вот Татьяна Петсона Ни о чем просить Не нужно Она всегда безвозмездно Дарит нам свои сюжеты Смотрим их на здоровье Подъем по эскалатору Несколько шагов По торговой аллее И крупная надпись Открыта для побед Это не слоган А стиль жизни Жизни в ритме танца Хип-хоп, хаус, поппинг Локинг и брейк Своим телом Никита Уваров Владеет в совершенстве Секрет успеха прост Трудолюбие Работоспособность И преданность делу Без лишних амбиций Танцевать я начал в 99 году Это что было свойственно Для моего поколения Наверняка вы тоже видели клип Вы хотели пати От Добу Гикарю Где ребята Кувыркались, грубо говоря На картоне Делали невероятные трюки С тех пор и каждый день Я занимаюсь танцами Но на танец нельзя смотреть Его надо чувствовать Никита поступил в студию брейкеров Спустя несколько лет Первая тренерская работа Которая вылилась в мечту Об открытии собственного дела Постепенно мое увлечение Перерастало из просто ученика Потом самостоятельного танцора Затем даже тренера И к 2008 году я разродился Своей собственной школой танцев Танцев, которая называется Бруклин Четыре филиала в разных частях города В этой школе научат танцевать любого Главное не бросать начатое на пол пути Никита заставляет отрабатывать движение По нескольку десятков раз Результат не заставляет себя долго ждать Мастер-классы, открытые уроки и конкурсы Новая цель – победа в региональном конкурсе Компании «Достояние губернии» Я достаточно инициативный человек И серьезно отношусь к своему делу И когда увидел на сайте губерния Объявление просто не откликнулся Заполни анкету Потому что думаю, кто, если не я Конкурс «Достояние губернии» Проводится телерадиокомпанией «Губерния» Совместно с Общественной палатой Самарской области При поддержке правительства региона По решению организаторов Прием заявок продлен до 1 августа А уже осенью назовут победителей В 10 номинациях От промышленности и сельского хозяйства До культуры и общества Подробности на сайте www.guberniatv.ru Татьяна Пецина, Сергей Павлов Программа «Утро губернии» У нас в гостях Максим Гнатюк Председатель правления Самарского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации Российские студенческие отряды Олеся Ляпина, комиссар сводного отряда проводников «Жигули» И Мария Селезнева, боец этого отряда Доброе утро Доброе утро Какие вообще программы существуют для студентов в летний период? Этим летом наши ребята будут работать по пяти направлениям Это студенческие сервисные отряды Строительные отряды Педагогические отряды Сельскохозяйственные отряды И как раз студенческие отряды проводников Насколько популярно сейчас быть проводником Среди студентов летом? Я думаю, популярно в этом году У нас 330 человек работают в Самаре И 40 человек студентов из Самары Поехали работать в Саратов На выездной отряд Мы обслуживаем поезда пассажирского вагона В летний период Помогаем ФПК Перевозить пассажиров Какие расстояния? Какие маршруты? Куда отправляетесь? И еще очень много И везде у нас ездят студенты Везде обслуживают пассажиров на высшем уровне Ну а каким образом это происходит? Прямо с поезда на поезд? Или все-таки существуют какие-то моменты для отдыха? Для передышек? Нет, конечно, они отдыхают Но все-таки, так как мы работаем все лето И у нас нагрузка очень большая Ребята отдыхают между рейсами дома Один день или два дня А потом снова в путь на 5-6 дней Кого больше, мальчиков или девочек? Ну вы знаете, наполовину, 50 на 50 Что самое тяжелое в этой работе? Отсутствие сна, наверное Ну ты сам, ты учишься контролировать Сколько ты можешь спать, сколько ты должен спать В какой-то конкретный период Сколько ты можешь стоя спать Да Очень много можно стоя спать Какие еще сложности в путешествиях возникают С которыми приходится справляться? Наверное, это взаимодействие с людьми в первую очередь Потому что, когда ты видишь пассажира Ты должен понять, как с ним можно разговаривать И как с ним нужно разговаривать Чтобы для него поездка была комфортной В первую очередь И какие услуги ты можешь ему предоставить Обучают ли вас коммуникации, взаимодействия? То есть какая-то подготовка к этому ведется? Прежде чем человек отправится На самом деле студенческие отряды проводников Это самое ответственное направление Все ребята проходят Два с половиной месяца идет обучение Им присваивается рабочая профессия Проводник пассажирского вагона третьего разряда У них в программе самые разные направления Это и охрана труда Это и пожарная безопасность Затем у них уже проходят стажировочные рейсы Затем очень такая непростая медицинская комиссия И общий этап подготовки длится больше, чем 4 месяца Нужно потратить для того, чтобы выпускали ребят работать Ну такая серьезная, конечно, подготовка Вы саживали кого-нибудь уже? Конечно Даже бывало такое, что мы их не сажали Потому что они были в состоянии алкогольного опьянения Мы не имеем права их сажать Какие еще интересные случаи у вас происходили в путешествиях? Ну про смешные случаи, если, допустим Наверное, здесь неуместно говорить Потому что на железной дороге юмор, скорее всего, неуместен Потому что это халатность А про смешные, интересные случаи Ну это, наверное, взаимодействие, опять же, с пассажирами Потому что попадается огромное количество очень интересных людей Все люди разные Каждому нужно найти свой подход И это бывает непросто И все-таки весело Что делать, если сосед храпит? Вот это же, наверное, одна из основных проблем путешествий в поезд Храпеть громче, наверное, надо Перехрапывать соседа Хор такой Что же больше всего нравится-то вот в таких поездках? Вы же все лето, получается, на рельсах Нравится посещать новые места, во-первых Во-вторых, взаимодействие со студентами И нахождение в этом студенческом коллективе Это очень интересно Как можно стать членом студенческого отряда? Когда заканчивается наш сезон, зимой мы проводим набор У нас есть сайт трудкрут.рф, где ребята отправляют заявку Дальше с ними уже связываются, начинается обучение Основной критерий – это возраст 18+, дальше медицинская комиссия и желание, ответственность трудиться То есть студентам быть не обязательно? Студентам быть обязательно, это же студенческий отряд Ах, не получилось у меня Когда снова в путь, как готовитесь к рейсу? Ну, во-первых, выспаться Во-вторых, собрать вещи, все необходимые продукты Форму погладить, конечно же Ну и посмотреть, куда ты едешь Посмотреть маршрут с остановками Мам, куда хотелось бы отправиться? В данный момент, наверное, в адлер Я соскучилась Где потеплее, видимо С летом у нас в этом году, потому что не очень Здесь надо понимать, что, конечно, ребята не всегда выбирают, куда ехать Да, вот это интересный момент Потому что история такая, что летом просто пассажиропоток вырастает И добавляются новые поезда, к существующим уже поездам новые вагоны И никто, кроме студенческих отрядов, этот вопрос не закроет Потому что потребность небольшая, только 2-3 месяца Соответственно, ребята выходят, и они закрывают потребность больше Не удовлетворяя свои туристические потребности Надеюсь, что вы точно отправитесь туда, куда захотите Спасибо вам большое за эту интересную беседу Продолжаем нашу программу И вот уже флажком нам машет Елена Шишкина Говорит, что в дорогу лучше отправляться с родственниками Отношения братьев и сестер самые продолжительные в жизни И с супругами, и с детьми, и с родителями мы идем по жизни не так долго Принято считать, что братско-сестринские отношения обязаны быть близкими И даже если у них мало общего, они поддержат друг друга в трудную минуту Но в жизни не все так просто Целиком и полностью отношения между братьями и сестрами Зависит только от родителей Причем даже не столько от отца, а сколько от умной матери Она может быть образованной, она может быть не образованной Она должна быть умная Понимая каждой сестре по серьгам Механизм зависти универсален Это чувство возникает между родными не реже, а порой и чаще Нежели между чужими людьми И всегда это вина родителей, которые сравнивают детей между собой Ну родители из воспитательных моментов, из любви говорят Что вот этот делает хорошо А я? А про меня? Мы же так устроены, понимаете? Похвалил? Похвали другого За другое, за что-то Но покажи, что вот тебя люблю и этого люблю То есть родители делают вот механизм соперничества Практически всегда дети ревнуют родителей друг к другу Почти не чувствуют ревности дети, рожденные с разницей меньше трех лет Больше всего от нее страдают старшие братья и сестры С разницей в возрасте с младшими в 5-6 лет Подросток может равнодушно отнестись к новому малышу Но вот если он станет для него дополнительной нагрузкой Дело может обернуться ненавистью Конечно, случается, что старшие дети воспитывают младших, заменяя им родителей Но порой отношения портятся и между взрослыми братьями и сестрами Выросшими в благополучной семье Они могут почувствовать серьезную неприязнь, если один из них значительно успешнее другого Не провоцируйте конфликт между своими детьми Постарайтесь уделять им равное внимание Напишите завещание, справедливо распределив имущество И в любом случае помните, что всегда можно найти возможность восстановить испорченные отношения Шаг единственный – похвалить, восхититься и одобрить Проявить какое-то доброе дело Может быть моральное, может быть материальное Подарок внимания и похвала Сделать первый шаг к примирению Это вас не унижает Они говорят, что вы слабее Понимаете, это всегда лучше Но мы двигаемся дальше Следующая станция – гороскоп Овин Рецепт успеха на сегодня Внимание к чужим нуждам Отсутствие самолюбования и эгоизма Срочно возлюбите ближнего своего Телец Сегодня от вас будет зависеть очень многое Поэтому постарайтесь не подвести окружающих Близнецы В этот день вам можно заняться улучшением своей репутации Только постарайтесь избежать слишком смелых экспериментов Рак Сегодня вы вряд ли сможете реализовать намеченное Так как звезды предписывают вам активный отдых Особенно во второй части дня Займитесь спортом Поплавайте или попинайте мяч Лев, в этот день вы будете склонны к медлительности А это может серьезно помешать Сегодня вам нужна быстрая реакция Просыпайтесь Дева, весь этот день в вашем распоряжении В первой его половине можете немного расслабиться И даже помечтать После обеда следует настроиться на работу И сконцентрироваться на цели Весы, сегодня вас может приятно удивить отношения окружающих Они будут чутки, мягки и деликатны Отвечайте им взаимностью Скорпион, день обещает быть довольно напряженным Успех возможен, если вы подойдете к работе смело и творчески С энергией и изобретательностью Стрелец, этот день может стать знаковым для развития дальнейших отношений С партнером или любимым человеком Вам нужно заложить надежную платформу для будущих совместных успехов Козерог, не начинайте до полудня новых дел Звезды рекомендуют сначала закончить текущие А уже потом планировать что-то новое Водолей, у вас сегодня получится Примирить между собой здоровый консерватизм И стремление к новаторству И это неожиданно даст блестящие результаты Рыбы, сегодня вы обнаружите, что темп окружающей жизни Существенно возрос И вам нужно прилагать усилия для того, чтобы повсюду успеть Ускоряйтесь Всем, кто отправляется в отпуск, счастливого пути Не сломанных вам кондиционеров и биотуалетов А с вами был Александр Кондратьев И Лена Шахова До свидания Ох, главное взять с собой дорогу Планшет, телефон и зарядку Да, конечно, а то потом сам не поверишь, что побывал где-то Суперфитнес по суперцене в клубе Спортзавод В три месяца за 3 990 рублей Звони прямо сейчас 2 703 777 Спортзавод Новосадовая 106 Редактор субтитров А.Семкин